Здравствуйте! Это новости в студии Евгений Нифанов. Сегодня в Омске. Без крыши над головой. Сейчас большинство из них живут на пенсию. Сколько еще жителям ждать дождя с ужасом? Со словом наперевес. Риттер это тот человек, который умеет, это как лидер, только в словесной части. Как научиться убеждать? Памяти бабушки. Просто не могу это продолжать, потому что я не понимаю, как это делать. Какую постановку срежиссировал внук Любови Ермолаевой? А также символ Великой Победы, паршин в авангарде и новейшие гаджеты. На улицах Омска сегодня начали появляться люди с черно-оранжевой ленточкой на груди. Символ памяти о победе над фашистскими захватчиками. Георгиевскую ленту. А мечи надевают накануне 9 мая, Великого дня для всей нашей страны. Георгиевская двухцветная лента – аналог знаменитого бикалора ленты к ордену Святого Георгия. В годы Великой Отечественной войны с незначительными изменениями она вошла в советскую наградную систему под названием «Гвардейской ленты» как особого знака отличия. За пять дней патриотической акции активисты молодой гвардии на территории области раздадут порядка 10 тысяч лент. Сегодня дан старт акции Георгиевской ленты на территории Омской области. Молодогвардейцами во всех районах Омской области будут раздаваться Георгиевские ленты. Безусловно, Георгиевская лента стала символом Дня Победы. И главная цель – это стремление не дать забыть новым поколениям, кто выиграл самую страшную войну 20 века, чьими наследниками мы являемся, кем нужно гордиться и о ком помните. Во вторник Георгиевские ленточки можно получить у музыкального театра и университета путей сообщения. Начало акции в 15 часов 30 минут. Ну а теперь о разрушениях и их последствиях. Ураганный ветер, который обрушился на Омск 26 апреля, нанес серьезный ущерб жилому фонду города. Так, в момент максимального разгула стихии не выдержала крыша пятиэтажного дома 67А по улице Энергетиков. Быстро исправить ситуацию не получилось. Жильцы до сих пор с тревогой ждут дождя. Дом из категории требующих ремонта может переместиться в аварийные. Время дорого. Собственных средств и усилий у жильцов, а это в основном пенсионеры, недостаточно. В злосчастный день скорость ветра достигала 28 метров. А в юридических нормативах фигурирует значение 22 метра в секунду. А значит, это повод для обращения к резервному финансовому фонду, предусмотренному на случай подобных экстремальных моментов. Жильцы дома готовы к поиску решений, компромиссов. Но вот пока никаких действий ни от управляющей компании, ни от администрации советского округа, как не было, так и нет. Негласно получаем ответ, что дом кооперативный, то бишь, то СЖ, помощи от государства ждать невозможно. Но дом 67-го года, если вы посмотрите на тех людей, которые здесь, это в основном бабушки, пенсионеры, те, которые в свое время не имели государственного жилья и вынуждены были собрать последние копейки и в течение 20 лет платить за жилье. Сейчас большинство из них живут на пенсию. До сих пор общая сумма ущерба от урагана неизвестна. Неизвестно. Предположительно, ее назовут через неделю, пообещали сегодня в мэрии. Там заинтересованы в скорейшем обнародовании этой цифры, заявил сегодня глава города. Чтобы можно было как можно быстрее подать в правительство, правительство уже соответствующим образом обращается в правительство Российской Федерации, для того, чтобы можно положить в компенсацию. Потому что, как известно, ущерб просто состоял. А вот пострадавшие от взрыва в Канезаводском Марьяновского района смогут заселиться в свой новый дом уже 1 августа этого года. Жилое строение в поселке было разрушено взрывом бытового газа месяц назад. Тогда под завалами двухэтажного строения погибли пять человек. Разваленный дом вскоре после ЧП снесли. Восстановлению он не подлежал. Жильцы вынуждены разместились у родственников и ждут возвращения в свои квартиры. Сейчас же на месте разрушенного 6 апреля строения пока еще котлован полной воды. Действительно, в котловане сейчас вода. Кстати, ее уже откачивали, просто там накопилось еще. На площадке проведены изыскания грунтов. Сейчас готовится заключение несущей способности грунта. В зависимости от этого заключения будет принято решение о длине свай. Это заключение готовится буквально вот на этой неделе, должно быть. Поэтому будет принято решение о производстве работ на объекте. Убедить и взволновать чиновников помочь сделать что-либо вполне могут школьники. Наиболее красноречивые померились знаниями речевого искусства и сошлись в словесных баттлах. У традиционного ежегодного конкурса ритеров с каждым годом популярность все выше. В этом году сразиться словесно решили больше ста подростков. Какие для них приготовили испытания, узнали Марина Бугрова и Сергей Гаврилов. Семиклассник Антон Марченко областного конкурса ритеров ждал с большим нетерпением. В феврале ученик 17-й школы стал победителем городских соревнований между ораторами. Теперь вот областной этап. Огромное желание сразиться в словесной дуэли со своими сверстниками и жажда новых открытий. Исподвигли подростка изучить не один учебник по внешкольному предмету. Искусство красноречия работает не только в академичной жизни, уверен Антон. Если им овладеете, то вы можете убедить практически любого человека в своей точке зрения. И поэтому я считаю, что этим стоит заниматься. И ритер это тот человек, который умеет, это как лидер, только в словесной части он может повести только словами за собой целый народ. Наука об ораторском искусстве и красноречии, похоже, переживает третью волну возрождения. Известно, что в России интерес к риторике был в начале 18-го века и в период перестройки 20-го. Сейчас говорить красиво и убедительно стремятся, в частности, все больше детей. Коммуникативные умения необходимы в современной жизни. Ни один человек не сможет обойтись без этих умений. И вот чтобы эти коммуникативные умения развить, по программе «Русский язык» при содействии Министерства образования Омской области каждый год проводится риторический конкурс. Конкурс ритеров состоит из трех этапов. Для каждого класса свой уровень испытаний. И в целом же школьникам предлагают продемонстрировать речевой этикет, разрешить речевую ситуацию и поучаствовать в словесной дуэли. Пока семиклассники отвечают на вопросы письменно, выпускники этого года пускаются в атаку устную. Эти дети за словом в карман не лезут, а потому на каждый аргумент молниеносно находится контр-аргумент. Сейчас вот доводы на тему, кто может попасть в Википедию, а кто довольствоваться страничкой ВКонтакте. Например, Чикатило. Я не думаю, что он добился успеха, но он есть в Википедии. Подобные конкурсы, по словам организаторов, это еще и дополнительная тренировка перед главными испытаниями школьников ЕГЭ. Ответы на вопросы части С по гуманитарным дисциплинам предполагают аргументированную речь. А потому проигравших в таких баттлах, по сути, никогда не бывает. Марина Бугрова и Сергей Гаврилов. Антенна 7. 60-летняя женщина сегодня утром пострадала во время столкновения КАМАЗа с автобусом, который следовал по маршруту номер 21. Это произошло на остановке Южная. По предварительным данным, 32-летний водитель большегруза допустил наезд на автобус в момент посадки и высадки пассажиров. На место аварии незамедлительно выехали следственная оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение. Еще 4 человека, которые находились во время столкновения в салоне автобуса, не пострадали. Обстоятельства и причины совершения ДТП будут окончательно установлены в ходе проверки. Всего за минувшие праздничные и выходные дни произошло 19 ДТП. Один человек погиб, 27 получили травмы. Мэр Омска сегодня рассказал, что провел майские праздники на охоте. А что вы делали во время первых четырех нерабочих дней месяца, спросили гаража наши корреспонденты на улицах Омска. Отдыхали в деревне, в сашлыки, ну, куда-то досуг. Дома сидела, учебой занималась, в кино ходили, в кафе. Так, выезжала за город тоже. День рождения справил. Я был в гостях у друга, потом у второго друга. В общем-то, провели неплохо майские праздники, удались. С друзьями в кафе отдыхали, отмечали праздники. Сашлыки? Ну, само собой, начало сезона. Работала на даче. Я работала. Я работала. Где? Кондуктором на автобусе. Не смог провести ни дня выходных без техники, мой коллега Денис Ионос. Привет, это iGadget. Сотрудникам музея Энди Ворхола удалось раздобыть редкие работы художника, которые больше 20 лет хранились на простых дискетах. Ворхол нарисовал эти работы с помощью персонального компьютера Commodore Amiga 1000. Изображение обнаружил художник Кори Аркангел. В ходе расследования он вышел на музей Энди Ворхола, в архивах которого и были обнаружены более 40 дискет с утерянными картинами. Радости сотрудников музея просто не было предела, ведь это сокровище лежало прямо у них под носом. Но никто не догадался проверить, что же записано на этих пыльных дискетах. Nokia продолжает радовать пользователей свежими интересными продуктами на разный вкус и кошелек. Первое, на что стоит обратить внимание, это безусловно 6-дюймовый Full HD IPS-экран, защищенный стеклом Gorilla Glass 2 и снабженный суперчувствительным слоем, благодаря которому можно управлять плафоном даже в перчатках. У флагманской модели Lumia 1520 стоит 20-мегапиксельная PureView камера с оптической стабилизацией изображения, автофокусом и оптикой CASE. Камера Nokia Lumia 1520 отлично снимает видео с разрешением Full HD с кристально чистым звуком. Смартфон также оснащен четырьмя микрофонами и технологией Nokia Rich Recording. Плафон функционирует на четырехъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 800 с частотой 2 ГГц. Объем оперативной памяти 2 ГБ, постоянной 32 ГБ. Мощная батарея в 3400 мАч. Со скоростью современного вычисления данных в секунду пролетела и рубрика «Игаджеты». До встречи! А можно было на праздники и в театр сходить. В театре студия Любови Ермолаевой премьера «Маленькие трагедии». Спектакль ставит внук Любови Иосифовны Максим Диденко. Он покажет зрителям нового Пушкина. Каким будет спектакль и почему режиссер остановился именно на этом произведении, расскажут Светлана Урванцева и Сергей Горбунов. Актриса театра студии Любови Ермолаевой здоровается и просит отключить сотовые телефоны. В этом спектакле много необычного. Например, на сцене драматического театра актеры поют. Режиссер Максим Диденко сделал из пьесы «Пир во время чумы» мюзикл. Мы проделали такую сессию 10 дней в ноябре. Что-то, в общем, начали пробовать. Я отобрал артистов. И за это время, вот за зиму, они разучили несколько песен. Когда я приехал и услышал, как это происходит все, я подумал, что уровень качества достаточно высокий, можно с этим что-то делать. Ну и дальше уже начало это развиваться и превратилось в примерно 10 музыкальных номеров. По задумке режиссера в его спектакле необычная композиция. Костью постановки является «Пир во время чумы». Внутри него происходят другие маленькие трагедии. Скупой рыцарь, каменный гость, Моцарт и Сальери. Из-за такой многослойности появляется еще одна особенность спектакля. Один исполнитель играет несколько персонажей. И это придает, мне кажется, драматической ткани, ну такую многомерность. Изначально Максим Диденко собирался приехать в Омск, чтобы помочь бабушке поставить спектакль по пьесе Елены Исаевой «Спасибо, Пушкин». Но Любовь Ермолаева не успела сделать постановку. Внуку она оставила только на броске будущего спектакля. То, с чем я столкнулся, я понял, что я просто не могу это продолжать, потому что я не понимаю, как это делать. Видимо, у бабушки был какой-то ключ секретный, который она знала, как этот текст отпереть. Мне она ключа этого не оставила, и у меня своего ключа не возникло. Я подумал как-то, что меня давно привлекал, в принципе, этот текст маленьких трагедий. В этих маленьких трагедиях нет исторических декораций и костюмов. У Максима Диденко Пушкин – это основа спектакля, текст. Его воплощение – видение автора. Светлана Урованцева, Сергей Горбунов, «Антенна-7». Омский боец Андрей Корешков второй раз в своей карьере вышел в финал Гран-при топ-турнира по ММА «Беллатор» для спортсменов полусреднего веса. Начальный соперник по полуфиналу «Американец» Сэм Арапеза на взвешивании не уложился в вес. Это тонкий процесс. Вышедший ему на замену Джастин Бесман не смог оказать омечу достойного сопротивления. Ученику нашего ведущего бойца Александра Шлеменко потребовалось всего-то полторы минуты, чтобы реализовать одну из фишек своего наставника – нокаут ударом колена в прыжке. Специально для «Антенны-7» этот хит прокомментировал другой ученик Шлеменко Александр Сарнавский. Сработала наша ударная техника именно. Соперник, в принципе, был готов и к борьбе, и к стойке, но Андрей намного сильнее. Я думаю, это школа Шлеменко, потому что он сам ударник, да, любит драться в стойке. И Андрей также провел бой в стойке, попал ему в корпус колена. Не все жители города были рады по-настоящему летней погоде, которая стояла на всех праздничных днях. Центральные магистрали превратились в гоночные трассы для мотоциклистов и автогонщиков. Активизировались и велосипедисты. На набережной велоспортсмены колоннами курсируют в обе стороны. На BMX велосипедах по набережной не погоняешь. Нужна специальная трасса и конструкция, чтобы вдоволь выполнить все приемы. В Омске открылся BMX сезон. Кто им занимается и как в городе развит этот вид спорта – материали Дениса Ионоса и Андрея Кузьмина. Сердца мамбы точно не выдержали наблюдать за воздушными кульбитами своих сыновей. На подобных соревнованиях и не встретишь родителей. Только друзья, друзья друзей и девушки. Виктору Прозорову 20 и его история знакомства с этим видом спорта вполне банальна. Друг мой купил велосипед, это было года 4 назад. И мне очень понравилось, я прокатился, мне это все понравилось. Ну и как со временем мне родители тоже купили этот велосипед. Теперь же странный на вид велосипед, который, кстати, стоит от 50 тысяч рублей. Второй железный друг после автомобиля в гараже молодого человека. За несколько лет Витя уже стал призером городских соревнований, областных в Тюмени, успел сняться в нескольких рекламных кампаниях. БМХ или велосипедный мотокросс появился в конце 60-х годов прошлого века, когда мотокросс стал популярным видом спорта в США. Модная тема разлетелась по всем странам, особо заинтересовав молодежь. БМХ-байки не вполне стандартны для обывателя. Это маленькие колеса, в основном с диаметром 20 дюймов. Здесь нет переключателей скоростей. Еще одна особенность – пеги, металлические втулки, которые крепятся на ось колеса. Они нужны для выполнения различных трюков, скольжений и служат опорой для ног. Наблюдать за трюками всегда интересно, но нетрудно догадаться, что этот вид спорта очень травмоопасен. Поэтому защита очень важна. Но порой выполнить сложный трюк легче без шлема. Да и девушки больше волнуются за своих парней. Даниилу 17. Уже четвертый год он летает между рампами, крутится над пирамидами и скользит по перилам. У каждого из спортсменов свои причины, чтобы заниматься именно этим видом спорта. Когда ты начинаешь кататься, когда у тебя что-то получается, ты становишься, ну, тебе становится все более и более интереснее. Ты начинаешь полностью входить в этот спорт. И когда народ новый начинает кататься, все смотрят, тоже начинают. Ну, как бы ты завораживаешь других людей и удовлетворяешь себя. Адреналин. Нехватка адреналина. Скорость, трюки. Нравится очень. Этот мини-парк к открытию сезона молодые люди подготовили сами. Его немножко отремонтировали, поменяли где-то фанеру, покрасили, починили заборчик, прибрались в целом. Мчащихся по городским магистралям или мешающих пешим прогулкам БМХ-серов не встретишь. Ребята живут спортом для себя и для восторженных взглядов окружающих. Денис Ионас, Андрей Кузьмин, Антон Осин. Новости хоккея. Денис Паршин стал игроком омского авангарда. Контракт с 28-летним нападающим заключили на три года. Таким образом, воссоздали одну из самых эффективных и зрелищных атакующих хоккейных связок российского хоккея. Широков Паршин. Прошлый сезон Денис провел в Нижнем Новгороде, где, играя за торпедо, в 53 матчах заработал 37 очков, 16 голов и 21 передача при показателе полезности плюс один. Об интересе авангарда к Паршину нашей программе «Овертайм» стало известно еще в январе. Тогда же Сергею Широкову, другу и многолетнему партнеру Паршина, задали вопрос об их воссоединении. «Наверное, было бы здорово, если мы были бы опять вместе и играли в одной тройке, потому что на тот момент мы начинали, можно сказать, в первой команде, когда мы были молодые. Вячеслав Аркадьевич Быков поставил нас вместе, и у нас стало получаться, и, в принципе, мы так играли на протяжении трех, наверное, сезонов. В принципе, достаточно неплохо играли. Если бы сейчас получилась такая возможность играть снова вместе, наверное, я был бы доволен. И почему нет, общаемся при возможности, когда летом пересекаемся, видимся и живем недалеко в Москве. Так что связь, конечно, поддерживаем. И совсем коротко, футболер Тыша держал вторую победу подряд на сей раз на выезде и приблизился к тройке лидеров. К этому часу это все новости. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Внимание, внимание! Спешите с 3 мая в торговый центр «Континент» на выставку экзотических животных «Джуманджи». Слышишь? Драгоценный дождь. Окунись в роскошь каскада. Воплоти фантазии и мечты в реальность. С 15 апреля по 30 мая участвуй в акции и стань обладателем путевки на остров Тенерифе и других подарков. Субтитры предоставил DimaTorzok